Изменения в законодательстве и вопросы, связанные с эффективным управлением домами, обсудили на обучающем семинаре про ЖКХ. Он прошел в окружной администрации. У нас есть очень много изменений, касается обслуживания домов. Так как наш семинар предназначен именно для жителей многоквартирных домов и частных владений, то и самым главным для нас донести до них именно то, что меняется у нас в законодательстве, чтобы они вовремя знали, куда сообщить и как исправить. Лекцию для жителей и управляющих домами прочитала эксперт сферы ЖКХ Евгения Петухова. В округе ее давно ждали. Я председатель многоквартирного дома в поселке Барвиха, дом номер 10. Я состою в ассоциации председателя совета собственников и приехала сюда, чтобы послушать семинар очень крутого эксперта в сфере ЖКХ Евгении Петуховой. С 1 сентября решение общего собрания собственников о выборе способа управления домами управляющей организацией принимается более чем 50% голосов от общего числа всех собственников помещений в доме. 50% от общей площади дома, не путайте, не от приходящих, как у нас это ранее было, то есть присутствующих людей. Здесь не надо иметь в виду, что кто-то пришел, какое количество, зазывать людей. Сейчас это все упростилось. Также изменения коснулись жилищного кодекса, проведения онлайн-собраний собственников МКД, сферы теплоснабжения, вопросов предоставления коммунальных услуг и содержания общего домового имущества. Собственники, они как бы уже прошли первый этап в этом году перерасчетов по отоплению. А вот этот новый, вступившийся с 1 сентября федеральный закон 92, значит, он у нас получается с вами актуален на все ресурсы, да? На воду, записываем, это очень важно, на свет. Про ЖКХ образовательный проект, основная цель которого – обучить как можно больше жителей Подмосковья жилищной грамотности. Принять участие в таком семинаре может любой желающий не только в Московской области, но и за ее пределами. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.